Природоохранные мероприятия Научитесь оценивать эффективность природоохранных мероприятий через преимущество умных городов. Географический чейнборд. Найдите знакомые вам термины. Проверим. Экосистема. Планета. Экология. Природа. След. Глоссарий. Умные сети электроснабжения. От английского Smart Grid. Модернизированные сети электроснабжения, которые используют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении. Смарт-город. Это взаимосвязанная система коммуникативных и информационных технологий с интернетом вещей, благодаря которым упрощается управление внутренними процессами города и улучшается уровень жизни населения. Рассмотрим городские территории по экологическим категориям. Город. Экогород. Округ. Экоокруг. Домовладение и здание. Экоквартал. И малый город. Экорайон. Существует очень много понятий эко-города. Рассмотрим несколько. Эко-город это поселение людей, которое позволяет его жителям иметь хорошее качество жизни, используя природные ресурсы. Эко-город. Это самый прочный вид поселения, в котором люди умело строят город, обеспечивающий приемлемый уровень жизни, не истощая при этом экосистемы или биогеохимические циклы. Также эко-город. Это город, в котором экологические требования сочетаются с социоэкономическими условиями. Город, который создает экономические возможности для своих граждан в построении открытого, устойчивого и ресурсоэффективного пути. Одним словом, эко-город – это экологический здоровый город. Интересно, впервые понятие «смарт-сити» было использовано далеко не в градостроительстве. В 1950 году известный экономист и теоретик менеджмента Питер Дрюкер в своей работе «практика менеджмента» использовал термин «смарт-сити» для описания условий эффективного управления «где». Каждая буква данного слова «смарт» расшифровывается. Конкретный, измеримый, достижимый, реалистичный и определенный во времени. Термин «смарт-сити» в сфере городского устройства и развития был использован намного позже. Рассмотрим составляющие «смарт-сити». Умное городское планирование, транспорт, водоснабжение и канализация, инфраструктура, энергетика, здравоохранение, образование, здания и дома, управление, а также умная безопасность. Ярким примером на территории Республики Казахстан выступает город Ак-Коль. Называется «смарт-Ак-Коль». Располагается он в 100 километрах от города Нур-Султан. Это первый цифровой населенный пункт в Республике Казахстан. На примере стран Европейского Союза, европейские лидеры строительства экологических поселений – Дания, Швеция, Германия, Великобритания. Дания – обладатель пяти экологических городов. А также на ее долю приходится 22% всех смарт-грид-испытаний демонстрационных проектов. Рассмотрим, что собой представляет единая система смарт-грид. Создание экогородов с 1994 года является и входит в число государственных приоритетов Китая. Яркий пример – самый большой проект эко-города – город Тяньцзинь. 26 ключевых показателей эффективности – качество атмосферного воздуха и водопроводной воды, зеленые здания, а также использование воды из нетрадиционных источников. В проекте Тяньцзинь водоснабжение будет осуществляться за счет опреснения и вторичного использования воды. Отходы 60% будут перерабатываться. Транспорт представляет собой гибридные автомобили, а электричество – из возобновляемых источников энергии. Кристианстад, Швеция. Программа «Процветание без нефти» включает в себя три аспекта – получение топлива из сельскохозяйственных и промышленных отходов, получение топлива из древесных остатков, а также биологический газ, образующихся на утилизированных установках, который используется для обогрева помещений, на 20% дешевле бензина, используется в качестве автотоплива. Сингапур. Для жителей разрабатывается компьютерная система, помогающая моделировать различные сферы жизнедеятельности, также помогая градостроителям выбрать оптимальную жизненную ситуацию. Сантандер, Испания. Прототип высокотехнологичных умных городов в регионе. Город получил грант от Европейской комиссии 11 миллионов долларов на приобретение 12 тысяч датчиков для муниципальных нужд, такие как умные фонари, умные парковки. Нидерланды. Построена инфраструктура быстрой зарядки электромобилей, рассчитанная на миллион жителей страны. Каждая из станций имеет солнечную крышу. Нью Сонгдо, Южная Корея. Строится город, не имеющий аналогов в мире. С самого начала проектируется как цифровой город, в котором электромобили и машины с водородными двигателями будут подключены к единой городской сети. Пневматические мусоропроводы доставят бытовой мусор прямо на метановый завод, производящий топливо для двигателей. А также интеллектуальные электронные дорожные знаки будут автоматически меняться в зависимости от плотности автомобильного и пассажирского потоков. Парк Роял Тауэр, Сингапур. Пример теплого не используют природные энергетические ресурсы и умного здания. Минимальное искусственное освещение, полив растительности дождевой водой, энергия поступает через фотоэлектрические панели на крыше, а также минимальное количество энергии в системе вентиляции. Наша столица – город Нур-Султан, Республика Казахстан. В 2014 году вошел в список 21 интеллектуальных городов по версии Форума интеллектуальных сообществ Соединенных Штатов Америки. Город Алматы, Казахстан. Для улучшения экологической ситуации заново перестраивается система движения автотранспорта, выделяются полосы для пассажирского городского транспорта, а также для велотранспорта и самокатов налажена система прокатов. Что можете сделать вы для охраны окружающей среды? Перемещайтесь по городу на общественном транспорте и выбирайте самый экологичный вид транспорта. Убедитесь, что вы имеете безопасное жилье. Позаботьтесь о своем окружении. Участвуйте в общественных слушаниях при принятии решений по планированию вашего города. Проявляйте инициативу в создании доступных и экологичных мест. Участвуйте в акциях по уборке городских территорий. Станьте приверженцем экологической цели. Информируйте население о проблемах вашего города. Активно интересуйтесь тем, как осуществляется руководство и управление вашим городом. На закрепление темы давайте выполним задание. Задание 1. Соотнесите флаг государства и его Smart City. Правильный ответ. Казахстан. Экспо. Сингапург. Парк Роял Тауэр. Южная Корея. Нью Сонгдо. Испания. Сантандр. Китай. Тяньцзинь. Задание 2. Дополните кластер. Европейские лидеры строительства экологических поселений. Дания, Швеция, Германия, Великобритания. Подведем итог. Вы познакомились с ролью эко и смарт-сити в деле охраны природы. Вы научились оценивать эффективность природоохранных мероприятий через преимущество умных городов. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин